Ребята, ну как-то так. Я уснула с Хьюшей на один часик днём. Писанчик один скучал. Видимо, он очень скучал, что вот такой вот порядок навёл. Будем убираться. Давайте вместе такое с ними мотивационное видео. Уборку. Ох, как мне это долго сделать. Ну, выбора у меня нету, поэтому придётся. Погнали? Ребята, авария произошла. Придётся цветочек пересадить. Телевизор, как обычно, в пятнах. Наверное, у всех, у кого маленькие детки, на телевизоре отпечатки рук. Вот эти книги, ребята, у нас никто не читает. Тут в основном книги английский, китайский. У мужа по работе, когда он работал на заводе автомобильном. И вот я только успеваю их перекладывать, вытирать пыль. Дети их вытаскивают и рвут без конца. Просила мужа их убрать, но, видимо, не судьба. Так и будут они лежать. Смотрите, какой у нас есть портрет. Тут клюшка гольфа сломалась. Надо приклеить. Дети отломали. Это я мужу дарила. Такой в России заказывала. Вот везде приходится только пыль протирать. Протирать пыль бесконечно. Тут и Санечка копилка. Он всё время, каждый день хочет её вскрыть. Не может копить, но я ему запрещаю. Сказала, когда полная будет, уже не будут лазить монетки, тогда мы откроем. Но каждый день он требует её открыть. Хочу приучить его как-то экономить, копить деньги. Надеюсь, у меня это получится. Тут у нас разный алкоголь. Но это остатки от алкоголя. Раньше, когда мы часто летали, мы всегда в Дьюти Фри, где-то в других странах покупали тоже алкоголь. Кстати, вот эту бутылку мы привезли из Филиппин и так не пробовали. Ну, как бы я вообще равнодушна к алкоголю. Это я с России привозила ещё много. Наверное, лет 5 или 6 назад. 5 лет назад, да. 5 лет я в Корее. Этот коньяк мне девочка подарила. Короче, кто-то мне... Муж половину уже растаскал. Ну, вот остатки. Остатки сладкие, как говорится, да. Короче, а я только пыли здесь протираю постоянно. И вот здесь тоже бесконечное скопление пыли. Всё надо поднимать, убирать, протирать. Это муж мой партер я отрисовал. Это мои детишечки. Это как раз мама с Настей улетали в Россию. Мы фотографировались в аэропорту. Ой, ой, ой. Это муж тут в гольф играет. Это фоточка Тессанчика. Так, ну что вам ещё показать? Кстати, ребят, вот эту полку, вот не поверите, я её подобрала на улице. Она была белого цвета, я её покрасила. Вот надо, кстати, её подкрасть при переезде, её обцарапали. Я её покрасила в синий цвет, поменяла здесь ручки и купила вот такие ящички. Не знаю, зачем, ну, короче, мне она так понравилась и была необходима. Короче, всё говно тащу домой называется. Так, ну, по идее, это хорошо бы это всё вытаскивать и протирать, потому что там тоже пыль скапливается без конца. Ну, конечно, столько пыли. Вот видите, всё подцарапали, когда переезжали. Надо подкрасть. Ну, или вообще выгруз. Хотя я, знаете, не планирую сейчас мебель менять. Я планирую, когда мы окончательно переедем, всё оставить в этой квартире. Ну, кто-то заедет. Возможно, обычно люди приезжие здесь, поэтому у них нет мебели, всё покупают. Я думаю, что, возможно, пригодится, особенно в такой огромной квартире. Кому-то сдать, может быть знакомым. Очень сложно найти большую квартиру, поэтому спрос всегда на такие большие квартиры есть. И думаю, что всю мебель абсолютно, как мы живём, так всё оставить. Ну, только личные вещи, там, фотографии, трусы собрать и уйти в другую квартиру. Я надеюсь всё-таки, что мы уже переедем в свою квартиру через год-полтора. И не будем скитаться. Сейчас я вам покажу, какие счета приходят в Корее и сколько у нас их. Смотрите, ребята, у Кито всё счета, бесконечные письма, счета, счета, счета. Меня они так бесят, если честно. Я всегда муж говорю, разбери, пожалуйста, выкинь. Вот он один раз разбирал, выкидывал, а сейчас уже накопилось столько. И он мне каждый раз обещает, разберу, выкину, и пока что так не разобрал и не выбросил. Добавили мы в порядке, муж помог. Теперь осталась кухня. Там уже муж начал убирать мусор и помыл посуду. Мне осталось собрать всё и выкинуть мусор. И закинуть белье в стирку. Игрушки уже. Папочка наш позаботился, всё убрал здесь. Я сейчас проплесошу и помою пол. При уборке я обычно освобождаю холодильник. Продукты, которые уже давно лежат, я выкидываю. Вот я повытаскиваю всё с холодильника. Это всё я выкину. Оставляю минимум. Только свежие, которые или заморозка, которые долго хранятся. Ну и в холодильнике самый-самый минимум. Здесь у нас молоко, сыр и пончаны. Пончанок, кстати, сейчас тоже немного. Обычно я наготавливаю много разных. Но готовлю я их тоже не так часто. Раз в неделю, раз в 10 дней. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, закидываю уже бельё стирать. У меня машинка идёт с сушкой. Поэтому у меня нет проблем с стиркой и сушкой белья. Это тоже кайф такой. Иметь машинку с сушкой, особенно с маленькими детьми. Кстати, классная машинка Samsung. Она с бабл стиркой. Очень хорошо простирывает бельё. Так я оставлю на бэби режим и на сушку. Запуск. И через 6 часов будет сухое бельё. Чистое и сухое бельё. Вы знаете, что в Корее сортируют мусор. Сюда я сложила весь мусор, картон. Сюда. Смотрите, сколько набралось пластика. С холодильника собрала. Со всей квартиры. Осталось помыть посуду. Ребят, смотрите, это посуда из детского сада. Детки в ней кушают. Потом приносят домой. Каждый день я мою и снова утром отдаю. Эта посуда называется до шеирак. Ещё отдают еженедельно постельное бельё, подушка, одеялко и простынь. Детки спят на полу и каждую неделю нам отдают. Мы стираем её. И снова в понедельник отдаём обратно. Я сейчас поставлю вариться рис и ложусь спать. Царица корейской кухни. Рисоварка. Время уже четвёртый час. Я только закончила свои домашние дела. И так каждый день. Всем до завтра. Ребята, всем добрый вечер. Мы приехали покушать с мужем с другом. Он такой красавчик. Я вам сейчас его покажу, познакомлю. Приехали в наш любимый чек-тан. Мы постоянно кушаем. Сейчас мы будем жарить мясо и кушать вкусные закусочки. А вот и друг моего мужа, Ким Донгиль. Угадайте, сколько ему лет. Угадайте, сколько ему лет. А этому тюлаку сколько лет. Шавку снимай. Ребят, сегодня планы изменились у нас. Собирались мы поехали гулять. Но хьюнка у нас соплила. Поэтому мы сейчас покушаем. И познакомлю вас, покажу, где работает мой муж. Вот принесли нам мяско. Это свинина. Твечи кальби. Сейчас будем сюда класть и жарить сами. Это называется барбекю в Корее. С чек-таной обычно все такие самообслуживания. Помашки-тан. Смотрите, ребят, это суп с желе из желудей. Что это? Окрошка. Как окрошка, говорит. Это корень лотоса. Это из желудей. Жаре, я знаю. Перчики это... Игума, я забыла. Чапче. Такой я тоже готовлю. Чемшот, да, я знаю. А то и Санчик любит. А хьюна уже мясо готово есть. Кстати, здесь такой сельф-бар. Можно набирать самим. Зелень, перчик, кимчи, соус, лук и чесночок. Сейчас я все это наберу. Будем кушать. Вот наше мясо уже почти пожарилось. Я принесла еще закусочки разному куфю. Сейчас все будем кушать. Правильно кушать барбеку корейское. Заворачивать какой-то кусочек мяса с соусом, лук, всякие закусочки. Так же рис. Я вот могу без риса кушать. Обязательно риски, да, я могу. Заворачивать и засовывать в рот. Я вам покажу. Что это? Для хьюнчки принесли неострый бульончик. Я ее буду бульончиком кормить. Проголодалась девочка. Ой, проголодали, так вкусненько. Ты, Санчик, съел почти всю лапшичку и сейчас будет кушать тоже бульончик с рисом, а потом мясом. Ой, как вкусно уже пахнет. Ой, как вкусно уже пахнет. Сырин уже салатик себе тут наделала. Не забывая ты в рот, конечно, засунуть. На. Хочет вызвать мальчика красавцкой. Работает мальчик такой, официант красавчики. И она пытается вызвать его. Обычно, когда первая партия пожарится, меняет решеточку, потому что та уже начинает подгорать. Берем так вот листочек. Не кидай в тарелки. Рис я беру. Потом беру кусочек мяса. Опускаю его в соус. Лук. Ну и все. Заворачиваем. Это все хорошенечко. Ребята, как сукорин лотос, это очень вкусно. Почему я раньше не пробовала, я не знаю. Покажу вам сейчас официанта. Вот один идет. В масках не видно, а вот второй. Мальчишки молоденькие, красавчики. Ребята, мы почти все покушали. Пьюн тоже бегает везде. Хоздание читает. И сейчас поедем к мужу на работу. Ребята, на выходе можно бесплатно кофе себе сделать или водички попить. Мам, ты уходишь в кофе? Ребята, вот здесь работает мой муж по вечерам. Тут вода течет, поэтому авария какая-то случилась. Вот он играет на саксофоне. Здесь мы сами делали ремонт. Это караоке-клуб. По вечерам работает он здесь, а днем гольф преподает. Ой, а свет не включается? Вот эти все обои клеила я. Обшивали нам диванчики. Тихо. Поставь, поставь. И клеили плитку на стол. Ну вот, получилось так чистенько, аккуратненько. Еще нам не хватает светильничков здесь. Сейчас споем несколько песен. Так, переходим в другой рум. Здесь такая большая комната. А что мусор валяется? Тоже здесь не хватает светильничков. Здесь тоже все клеили сами. Мам, я просто сделала. Мебель нам обширал мужчина. Хаюна испугалась. Вот такие огромные пульты в караоке. Набираем песенку и будем петь. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 andsUND Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну конечно тут бардак, работают мужчины, но ничего Ребята в Корее очень популярны норибаны, это караоке И они практически на каждом шагу, вот только здесь их штук 10 в округе Вот здесь находится гольф-клуб, вот он несет сумку моего мужа, а папа несет дочу Вот пришли мы, здесь холл, там ресепшн, здесь зона воздуха, кстати, такое удобное кресло, я всегда здесь с хаюшечкой, когда она была маленькая, сидела, укладывала ее спать Здесь курилка есть, здесь ресепшн, хранятся клюшки посетителей Так, здесь комнаты находятся Тут хороший такой клуб, бывают клубы очень грязные такие, ужасные Мам, вот тут еще тепло есть Тут тоже находится курилка А у нас шестой номер, вот сюда мы заходим Сенсорный экран здесь Стол, стульчики И вот так вот обучает муж каждый день практически Обучение у него стоит недорого, поэтому у него много кто обучается Здесь есть водичка, всякие печенюшки немножко, тысанчик изъест, папа всегда приносит тысанчику эти печенюшки Туркан Ооо, забыли! Оо, ребят, сынчик Пангу Пангу Ооо, здорово! Оо, здорово! Ооо, здорово! Ооо, здорово Ребят, сынчик, сынчик Да, мой папа сэст. Плаканс! Оооо... Хьюна уже глазками хлопает. Бесплатно приносит кофе или чай. Сколько один час стоит в этом клубе играть? Одна игра сколько стоит? 15 тысяч вон. Одна игра. Где настоящее поле или скрин? На поле 200. Ты всегда брал 400 тысяч. Ты обман? За машину, да? За носильщика сумки платят. Вот, ребят, короче, я вам показала, а мы побежим домой, потому что здесь очень шумно, когда бьют по мячу, Хьюна пугается. Поэтому мы побежали домой. Уже времени много, а папа наш остаётся. Мы уже дома, собираемся ложиться спать. А вы подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такой получился небольшой влог про уборку, про работу мужа. Было много вопросов. Поэтому, надеюсь, вопросы ваши отпали. Конечно же, мой муж нас обеспечивает полностью. Нету с этим проблем. Но работать мне тоже необходимо. Я считаю, что человеку необходимо себя реализовывать. И иметь что-то своё. Поэтому не переживайте, всё хорошо. Но мне хочется работать. Я пойду немножко позже работать. Хьюна всё-таки маленькая. Часто просыпается пока по ночам. Поэтому мне тяжело просыпаться утром так рано. И работать целый день. Я надеюсь, дождусь свою маму. Они приедут, скорее всего, в мае, если откроются границы. И я смогу спокойно работать. Всем пока! Ребят, всё время забываю записать к вам обращение. Всё время хочу и забываю. Спасибо вам огромное за подписки, за комментарии, за лайки. Всю конструктивную критику я учитываю. Купила себе, кстати, микрофон. Скоро придёт. Я надеюсь, все будут меня хорошо слышать. Я только изучаю YouTube. Я вообще там просто ноль. Поэтому мне сложно всё сразу сделать. Учесть каждый ваш комментарий. Но я стараюсь. Все комментарии я тоже читаю. И стараюсь по возможности всем пока ответить. Но я чувствую, скоро я не буду успевать. Просто за неделю 2,5 тысячи подписчиков. Это очень много. И всё время идут подписки и идут. Я очень вам благодарна. Все подписчики, которые приходят. Не знаю, настолько хорошие, добрые. От всех вот такая положительная энергетика, поддержка. Спасибо вам огромное. Я буду стараться снимать новые влоги. Обо всех темах я все себе темы записываю. Обо всех темах обязательно расскажу. Ну, нужно не просто рассказать же. Ни одна волтовня будет у меня в видео. Нужно какой-то сюжет вам снять. Поэтому я буду постепенно всё снимать, рассказывать обо всём. Чуть-чуть терпения, пожалуйста. Я вас обнимаю. Целую. Сарангульки. Вот Хаюнка пришла.